У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше? Или вам надоело смотреть в привычный двор? А может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это семь девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка – современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау». В эфире «Город сегодня» здравствуйте. Второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается как День семьи. Свадеб в Ак-Тубе отмечается много, но и разводов не меньше. И проблема эта далеко не личная. В современном обществе существуют разные отношения к институту семьи, вплоть до его полного отрицания. Но в нашей стране все-таки преобладает мнение, что именно семья остается главной опорой в жизни. В 2013 году по предложению президента Казахстана появился День семьи. И цель этого праздника – еще раз напомнить гражданам о том, что государство поддерживает семейные ценности, приветствует рождение детей, многодетные семьи, уважение поколений. Семейно-демографическая политика разрабатывается специальной комиссией. Шанрак стал символом не только отчего дома, но и единства всего общества. Родственные отношения, связь старших с младшими – традиции, давно сложившиеся в народе. Должны жить и сегодня, убеждено большинство людей. Семейная жизнь – ежедневный труд, требующий терпения, взаимного уважения и поддержки. Далеко не у всех хватает сил на это, поэтому семьи распадаются. Но при этом каждому человеку хочется иметь и дом, и семью. С недавнего времени в Казахстане появилась новая профессия – специалисты в области семейных отношений. Единственный в ЭКТУБе человек, имеющий диплом по этому профилю, сегодня в нашей студии – это Алия Турнязова. Алия, здравствуйте. Рада вас видеть. Вы обучались в Институте семьи Университета Навары. В нескольких словах о том, что это за программа. Это образовательная программа для специалистов в области семейных отношений. Мы обучались по программе Института семьи Университета Навары. Это очень авторитетный институт, в котором обучаются специалисты многих стран. Какие задачи у специалистов по семейным отношениям? Хочу сказать, сразу после выпуска, после получения диплома, нас объединили. Собрала депутат Мажелиса Парламента Республики Казахстан Елена Тарасенко. И еще раз была озвучена задача пропаганды семейных ценностей. Вот нам в этом глобализированном мире важно сохранить семейные ценности. Потому что все знают, что для казахстанской семьи семья, для казахстанского общества, семья это то важное, это тыл. Наверное, через различные институты, социальные институты больше нужно распространять буклетов, рассказывать о тех специалистах, которые на сегодняшний день есть в Казахстане. Вот даже мало кто знает, что есть такая наука, родология, есть специалисты в этой области. Вот есть система медиации, призванная мирить поссоривших супругов. А у вас какая миссия? Ну, как известно, медиация это по факту, да, помощь тем, кто в кризисе. Задача семейных консультантов, специалистов в области семейных отношений, она более широкая. Начну с того, что это более просветительская работа, просветительская работа по пропаганде сохранения семейных отношений. Это задача показать инструменты для тех, кто в браке уже много лет, но что-то утратил, да, какой-то интерес утратил. Показать новые пути возрождения семьи. Вот семья это постоянное общение, семья это возрождение после маленьких и больших конфликтов. И наша задача семейных консультантов помочь открыть новые грани, увидеть свой проект с другой стороны. Один из ваших семинаров называется «Вызов быть супругами». Почему? Вызов быть супругами, но из года в год мы видим, что возрастные особенности, да, вступая врачующихся, мы уже приближаемся, как на Западе, после 30 лет решается вступать. Почему? Наверное, опять же, пугает статистика, пугает то, что наши близкие и знакомые очень быстро вступают в брак и также быстро разрушают свой проект. А брак – это совместный проект двоих, это взнос, позитивный взнос двоих. Брак – это как банк, и он стоит из носов каждого. Вот проводите ли вы обучение, и кто может прийти на ваши семинары? Ну, в ходе обучения, вот после каждого модуля у нас была практическая часть, у меня была великолепная возможность работать с разными группами. Один из опытов таких – это в юридическом институте с инспекторами по профилактике бытового насилия. А также, конечно, в частном порядке обращается очень много тех, кто находится на стадии, на грани развода, или те, кто готовы сейчас сохранить отношения, но как бы брак вот взошел в кризис. Илья, а вот люди не комплексуют, вам все-таки виднее, потому что вот мы собираемся развестись. Вот приходит, например, супруг или супруга и делится с вами. Все-таки здесь и вторая часть есть психология. Да, признаюсь, что это очень важная тема, долгое время замалчивалась в нашем обществе. Вот даже у меня в первом дипломе есть предмет семейного консультирования, но это все-таки были больше академические знания. Как раз в этот раз дали те практические прикладные знания, которые применяются здесь и сейчас. Эта важная тема замалчивать не стоит. Мы почему-то уделяем большое внимание в своей жизни карьере, работе, образованию, обучению. А тому, что то, что очень важно и то, что составляет наше счастье, этому, к сожалению, абсолютно даже не стараемся приобретать знания и абсолютно не уделяем внимания. Вы всегда позитивная и всегда улыбаетесь. Как вы сами собираетесь отмечать День семьи? Да. Ну, хочу сказать, что я закрепила свой диплом тем, что устроила праздник для своей семьи, для своих родителей. Мои родители в этом году отметили сапфировую свадьбу, 45-летие. Поздравляю. Да. И мы устроили такой большой семейный праздник, где все поколения детей, внуков, дяди, тети с двух сторон отметили этот день. И, конечно, праздник День семьи, воскресный день, это будет великолепный ужин, хорошее теплое дружеское общение детей и взрослых. Это будет поздравление, это будет еще раз искренность, это будет внимание, это то, что нужно ежедневно, чему нужно ежедневно уделять. Алия Турнезова сегодня была в гостях в программе «Город сегодня». Мы благодарим за то, что уделили нам время. Дорогие друзья, пишите нам, ну и, конечно же, заходите на наши страницы в социальных сетях, и мы желаем вам всем добра и сохранить свою семью. Если у вас есть семья, постарайтесь сделать для детей, супругов, родителей еще один день наполненным и счастливым. Пусть будут приятные встречи, прогулки, застолья, в общем, все, что радует нас в наше непростое время. Генеральный партнер проекта «Город сегодня» – жилой комплекс «Степной». Жилой комплекс «Степной» – это новые квартиры с удобной планировкой, собственной парковкой, детской площадкой и огороженной территорией. Звоните прямо сейчас по телефону 950-333. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор? А может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это семь девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка – современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной» – когда жизнь становится теплой. 11-й микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау». Субтитры создавал DimaTorzok